Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Выпускаем ролики в мае по поводу того, что делать сейчас, и говорил, что отдельно расскажу про золото. Про золото на самом деле у нас достаточное количество видео на канале, но в текущей ситуации, что меня здесь привлекает, с какой позиции оно включается в портфель. И начну, наверное, с минусов, с основных минусов, которые мало кто учитывает. То есть многие считают, что золото определенно надежно, но нужно понимать, что в принципе золото, как и любой рыночный товар, оно подвержено спросу и предложению. То есть если количество желающих купить больше, чем количество желающих продать, то цена растет и наоборот. Если желающих продать много, а желающих купить мало, то, соответственно, цена падает. Это первый недостаток, что не нужно считать, что это какой-то консервативный инструмент. Еще раз, золото не относится к классу активов, которые обеспечивают стабильный денежный поток, гарантированный доход. Но, тем не менее, оно обладает в условиях развития неокенсианской теории, когда Кейнс заявлял о том, что если вы хотите увидеть экономический рост, то вы должны его стимулировать низкими процентными ставками. То в условиях волновой природы современной экономики, то есть есть этап роста, есть этап падения. И в условиях, когда процентные ставки низкие, когда страха никакого нет, золото не пользуется популярностью. И здесь в приоритете у инвесторов являются как раз-таки стоимостные компании, а и акции роста. Одна из характеристик золота, что не считайте это, что прям предельно надежный инструмент. Но опять-таки, инфляция есть, и золото стерилизует инфляцию. Но это не бывает краткосрочно, это бывает долгосрочно. Второй недостаток по золоту заключается в том, что как его реализовать, как его покупать. И здесь у нас существует бумажное золото, существует физическое золото. Бумажное золото – это ETF зарубежных компаний, это биржевые фонды российских компаний. Когда вы покупаете фонд, пай фонда, фонд покупает физическое золото и, соответственно, физически его хранит. Есть фонды, которые покупают физическое золото и его хранят. Есть фонды, которые не покупают физическое золото, а работают с ючерсами. Поэтому, если говорить о текущем моменте, для российских инвесторов, опять-таки, есть фонд ВИМ, дочерняя компания ВТБ, фонд, который покупает физическое золото, которая хранится в России, и здесь получаются достаточно низкие спреды и удобная покупка, потому что, когда мы смотрим в физическую плоскость, все-таки присутствуют спреды между ценой покупки и продажи. Мало того, когда идет высокая волатильность, когда идет высокая турбулентность, когда впереди маячит кризис и люди нервничают, то, соответственно, начинаются некие такие метания. Покупают, продают, продают, покупают. И когда вот эта вот волатильность растет, пределы колебаний, ну, то есть не плавненный рост постепенный, а какие-то резкие нервные движения, то рост, то падение, то банки, продающие физическое золото или дилеры, продающие физическое золото, будь то монета или будь то слитки, они, соответственно, вот эта вот волатильность, вот это вот колебание цены, которое происходит, эти риски они на себя не берут, эти риски они всегда относят на потребителя. И когда вот волатильность по золоту начинает увеличиваться, спред между покупкой и продажей расширяется. И если спред, например, составляет 5% между ценой покупки и ценой продажи, в этом случае вы должны понимать, что если вы используете физический металл, то когда золото вырастет на 10%, вы ничего не заработаете. Потому что вы купите на 5% дороже, 5% рост, если будете продавать, то вам все равно купит обратно банк у вас на 5% дешевле. То есть, даже рост на 5% нивелирования этого спреда приведет к тому, что даже при росте на 5% вы ничего не получаете. Соответственно, чтобы просто оказаться в нуле, золото должно вырасти на 10%. Но опять же, с целью надежности, долгосрочного инвестирования, понимания того, что инфляция никуда не денется, мы входим в новую нормальность. И что в этом случае нужно понимать? Опять-таки, при спреде 5%, и вы видите, что сейчас золото, например, стоит 2000 долларов за тройскую унцию, вы должны понимать, что когда будет цена 2200, вы как бы особо ничего не зарабатываете, если покупаете слитки, например. И поэтому нужно понимать, что здесь нужно смотреть прямо в долгосрок, когда будут очень высокие инфляционные ожидания. Почему я и говорю, что лучше использовать ВИМ-инвестиции, потому что вот эти вот спреды, они не такие широкие. Или искать, где вы можете купить с не очень большими спредами, к текущей рыночной цене. Или дилера находите, почему банки сейчас, и российские банки отчитываются, и Сбербанк, и ПТБ, потому что неопределенность, нестабильность, люди боятся, они соответственно несут деньги на депозиты, гарантированный доход, они покупают в какой-то степени валюту на обменных пунктах наличную, они покупают золото, наличные монеты, слитки и покупают спредами. Ну, то есть, вы можете себе представить, что сколько может заработать банк, если он поставит спред на физический металл, там, в 5 процентов. 10 процентов – это его прибыль, это не ваша, это прибыль банка. Поэтому, как один из элементов, можно рассмотреть включение в этой истории в свой портфель акций банков российских. Тот же самый ВТБ, Сбербанк, Тинькофф. О плюсах золота, то есть, в чем заключаются плюсы, в том, что, как я считаю, что мы все равно входим в новую нормальность, что мы увидим, опять-таки, включенный печатный станок по всему миру, что это все равно приведет к достаточно высокой инфляции. И когда мы покупаем золото, как физические лица, мы должны еще и понимать тот факт, что покупка золота, она еще привязана, вы зарабатываете на золоте в двух вещах – сама цена золота и валютная переоценка, да, то есть, валютная переоценка, по какому курсу рубля покупаете. Почему я считаю важным упомянуть этот момент, потому что в настоящей ситуации, если посмотреть новостной фон и провести его анализ, впоследствии второго порядка, что делает Европейский союз, что делает Соединенные Штаты Америки, то есть, страны, которые ввели санкции в отношении России, они в настоящий момент не собираются вводить новые санкции, ну, то есть, новые какие-то меры говорят, ребят, мы и так достаточно ввели, давайте мы проведем анализ, что работает, что не работает и поставим под контроль вопрос импорта, то есть, чтобы технологии, продукты, другие там вещи, которые влияют на рост производительности труда, рост производительности экономики Россия не получала и разорвем вот эти вот логистические каналы, которые были налажены. Если к лету будет наблюдаться ужесточение контроля над поставками продукции странами, которые ввели санкции в отношении России, то есть, разорвутся снова логистические цепочки, мы можем получить историю, связанную с той, которую мы наблюдали летом 2022 года. То есть, что происходило? Происходило, что доллары в Россию приходили от экспорта нефти, газа, электричества, других сырьевых товаров. То есть, экспортная выручка росла, а импортеры не покупали, потому что у импортеров были разорваны цепочки поставок, импорта не было как таково, они не закупались. За полгода они восстановили, нашли цепочки поставок через дружественные страны и что мы наблюдаем, почему у нас доллар начал расти, кто-то говорит, что государство выгодно, чтобы доллар был крепкий, да ничего подобного, просто у нас торговый баланс, цены на сырьевые товары снизились, ограничения цены, по которой покупают у России сырьевые товары, экспортная выручка уменьшилась, а импортеры начали покупать доллар, и соответственно доллар вырос в цене. И сейчас, если им опять разорвут логистические цепочки, то в этом случае нужно понимать, что опять экспорт может быть останется на том же уровне, импортерам они пока что покупать не будут, пока не наладят новые цепочки поставок, и доллар может опять уйти вниз. И поэтому следующий май-июнь 2023 хорошая история, связанная с тем, чтобы покупать золото, оно в принципе может стоять в долларовом эквиваленте, но при этом я думаю, что в этот короткий промежуток времени рубль может укрепиться, соответственно, если вы заходите в золото, в золотые инструменты в рублевом эквиваленте, в дальнейшем, конечно же, опять логистические цепочки будут возобновлены, доллар опять может вырасти куда-нибудь в район 80-85, вы заработаете валютную переоценку, вы заработаете на росте курса золота, когда Федеральная резервная система США, когда Европейский Центробанк суровно врубит печатный станок. Вот такие комментарии мне хотелось бы оставить по золоту. Друзья, золото – это один из инструментов, один из элементов, который должен присутствовать в вашем инвестиционном портфеле. То есть вот в этом видео мы говорили, что да, золото и золотодобытчики, конечно же, должны включаться в инвестиционный портфель, но наряду с этим также нужно включать природные ресурсы и производители природных ресурсов, товары первой необходимости, инфраструктурные компании. По этому поводу, как оценивать компанию из каждого из этих секторов, мы поговорим на бесплатном мастер-классе Вячеслава Болянова, ссылка на данный мастер-класс находится под данным видео, обязательно проходите, регистрируйтесь, для вас это может быть очень полезно и нужно, чтобы понимать, какие конкретно акции сейчас интересны как на глобальном рынке, так и на российском рынке. Сегодня на этом все, если было полезно видео, оставляйте комментарии, что еще хотите узнать. Я же заканчиваю, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok